Всем привет! Меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Данный ролик посвящен владельцам катеров Corvette, Новая Ладога, либо другим подобным катерам из этой же серии. Новая Ладога М. В первую голову тем, у кого в каюте и в катере постоянно имеется запах бензина. Вот сейчас у нас в работе катер Corvette. Он имеет днище из МГ-5. Катер сделан через одно место. И в катере постоянно... Катер пришел с трещиной на корпусе МГ под перегородкой. Я про ремонт подобных вещей сделаю отдельный ролик. Также сделаю ролик обзорный по катеру Corvette. Для того, чтобы вы просто... Если вы выбираете себе моторную лодку и хотите... Вам нравятся какие-то, допустим, вы хотите именно иметь алюминиевый корпус, чтобы вы не заморачивались с подобными катерами вообще. Купите себе американский катер и вы никогда не столкнетесь с проблемами, которые, в принципе, сталкиваются владельцы данных катеров. Итак, причина, почему у вас пахнет в катере бензином, вот конкретно в данном катере, то есть, получилась ситуация следующая. Как еще раз говорю, катер пришел с трещиной. Трещина явилась не результатом пробоины, трещина естественного происхождения, просто потому что корпус трещит по швам. Потому что сделан он через одно место. Здесь, как его называется, экономия видна просто на каждом углу. То есть, люди, когда делали корпус, они экономили просто капитально. И экономили на всем. И здесь, как бы, вот ни в одном американском катере вот таких проблем просто физически не бывает. В данном случае, катер пришел, когда начали с него сливать воду, в катере был очень сильный запах бензина. То есть, запах бензина был очень сильный и вообще капитальный. Когда начали сливать воду непосредственно с самого днища, потому что нужно было выпиливать отверстие под, для того, чтобы забраться, и можно было сделать проварку днища изнутри и снаружи. Поэтому все это дело, мероприятие чистили. Чистили, сливали, чтобы не было ничего. Неожиданно потек, помимо воды, после того, как кончилась вода, из днища катера потек бензин. Перед этим владелец катера заправил катер до полного бака. И здесь, соответственно, следующий этап работ, который был проведен, то есть, после того, как начали экспектировать шланги, патрубки и все остальное, то есть, это не привело никакому результату. Единственное решение, которое было принято, это проверить бензобак. Ну и здесь, соответственно, вылезло все, что должно было вылезти. То есть, бензобак оказался, бензобак на катере имеет два свища, через которые на катере за всю его жизнь постоянно внутрь катера текло тек бензин, после того, как его заправили до полной. Если у вас подобный запах, запах бензина постоянный, и вы понятия не имеете, откуда в вашем корвете появляются пары бензина или еще что-то, я вам рекомендую посмотреть, как можно проверить ваш бензобак. Итак, имеем бензобак корвета. Бензобак на 170 литров. У него имеется, соответственно, несколько отверстий, вентиляционных и всех остальных, заливочной горловины. И здесь, что нужно сделать? Для того, чтобы этот, как его называется, необходимо поставить патрубки, заглушить, соответственно, все отверстия. В одно отверстие ввинтить мипель от камеры, Камазовской, например, срезанной. После этого заглушить все остальные отверстия, сделать пену, пену навести в воде, взять компрессор и соответствующим образом накачать ваш бензобак. Вот надо просто создать небольшое давление. После этого сейчас, надеюсь, что хватит, вы идете и пропениваете это мероприятие. И получаете вот такие вот пузырики. Но вот я не очень сильно накачивал. Вот данный бензобак имеет две дыры. Вот одна дыра. И это, причем, это не, как его называется, это не пробоина, это не повреждение, которое было получено в результате каких-то, как его называется, работ или еще чего-то. Это именно, речь идет исключительно о заводском браке. То есть, другими словами, производитель катера при изготовлении данного бензобака не обратил внимания и не опробировал, не проверил данный бензобак после его изготовления на утечку. То есть, бензобак был сварен, после этого тупо воткнут катер. Вот это одно отверстие, соответственно. И вот шов. Так, сейчас нужно нужно давать больше давления, потому что дырочки очень маленькие, но они есть. Вот, вот начинает пузыриться. Вот, видите? Вот я дал давление. Вот она прямо сдувает его. Вот это свищ, который также на этот, как его называется, возник в результате именно хреновой сварки. Вообще, непонятно, как такой катер с таким бензобаком вообще поступил в продажу. По той простой причине, что это чрезвычайно опасное мероприятие. На катерах люди курят. Это нормальное явление. Здесь постоянно идут пары бензина. Допустим, когда бензина мало, бензин попадает в корпус. Люди могут отравиться от данного мероприятия, потому что дышат, вынуждены дышать парами бензина. В каюте запах просто сумасшедшего бензина. То есть, и это, говорю, вот это не какой-то косяк, который приобретен катером. То есть, здесь не было никаких проблем. С этим дефектом владелец столкнулся с момента его приобретения непосредственно у официального представителя данной фирмы. То есть, не было вообще никаких проблем. У него всегда в катере пахло бензином. То есть, после обращения к официалам, у которых он купил, ему, соответственно, поставили на герметик, все вот эти вот узлы все разобрали. Вот. И, собственно, он не заливал очень много топлива, а, ну, пахло и пахло. То есть, ну, считал, что вроде бы как бы проветривается или еще что-то. Вот. Что может быть пролил. Но, говорю, вот когда дошла речь о ремонте, о сварке, то есть, необходимо было все это дело диагностировать и вытащить, соответственно, возникло вот такой вот вопрос. То есть, вытащили бензобак, в бензобаке два священника. Как такой бензобак попал в катер, учитывая, что данные лодки продают очень недешево. Как он вообще попал, непонятно. Но, как еще раз говорю, то есть, здесь вывод только один. То есть, вы никогда не увидите такого на нормальных лодках. То есть, этого просто не может быть, потому что этого просто не может быть. Ни на одном американском катере вы не найдете вот таких вот дыр при сварочной, при которой сделаны при сварке бензобака. То есть, как это так? Отправить лодку в продажу и при этом даже не проверить на предмет ее утечки. На предмет того, что не произвести опрессовку. Проверить все узлы, пропенить все полностью. Это неправильно. Но, однако, говорю, что вопросы возникали. Снова Мелада Гием звонил несколько человек. То есть, вот с корветом сейчас столкнулись с ситуацией. То есть, в катерах пахнет бензином. Вот. Поэтому, если у вас такая проблема, если вы имеете в первую голову российские катера, если у вас сварной бензобак, то обязательно нужно его слить бензин, демонтировать. И, прежде чем начинать лить кругом герметик безумный, проверить бензобак на опрессовку. То есть, произвести опрессовку, как я показывал, можно вот подобным образом, без малейших проблем. Делается это не очень долго. И буквально все делается достаточно просто и хорошо. Так что вот. Если у вас будет вопрос, как всегда, вопросы можно задавать на почту, почта 1ссс23собакамедл.ру Обязательно всем отвечу. А так, спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был для вас полезным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова